Добрый день! Снова unboxing, и снова большой куб, и снова магнитная версия GTS-M, и это у нас Aoshi GTS-M. Купил эту шестерку, скажем так, на всякий случай. То есть я очень долго ждал пятерку, очень был рад, и ждал именно ее, поскольку другого ничего не предвиделось. Но шестерка у меня есть Shadow, я ей вполне доволен. И как бы запасная шестерка VUHUA, она значительно большего размера, она не магнитная, поэтому думаю, дай-ка куплю я еще одну шестерку Aoshi, вроде того же размера, что и Shadow. Давайте посмотрим. Коробочка такая же, слегка почему-то помятая, магнитная, ну такая же, я имею в виду, как и у пятерки. Так, здесь нас встречает, опять же, карточки, представители команды мою, запасные магнитики двух видов, тоненькие и толстенькие, видно, видно. Наверное, как-то вот так, потолще и потоньше магнитики. Пятерки, магнитики были все одинаковые. Так, карточки давай, ну и инструкция, ну и ее неинтересно. Интересно, сама шестерочка. Смотрим, где моя пятерка, где моя четверка. Вот эти вот замечательные кубы. Aosu GTS и Auchang GTS. А это Aoshi. Ну цвета похожи, давайте скорее открывать. цвета те же самые, пластик, по ощущениям тоже такой слегка матовый. Наклеен логотип мой, как и на пятерке. Так, давайте сначала шедо покрутим. Божественная шестерка. Отличная шестерка с шедо. А, давайте по размеру. По размеру примерно одинаковые. Мне кажется, чуть-чуть больше. А Aoshi? Давайте замерим кривым шнагенциркулем. Ровно 65 шедо. Ну, да и здесь, может там, 65 и 1 десятая. Примерно такой же размер. Повращаем. Вращается. Вращается. Потушим. Эти очень тугие магниты. Вернее, не тугие, а мощные. Так. Вот так вот просто поворачивать. Вращается. Слышно? Перестал. Вот так вот. Магнитик, похоже, один отвалился. Не ожидал от компании мой, что они отправят куб 6х6 с непроклеенными магнитами. Пока минус. Так. Ну, вот такие вот повороты. Это скучно. Давайте мешать. Ой. 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 Ой, что это? Что же это? Я уже вращал. А лучше. Не магнитную версию. И там вот что-то подобное было. Но я знаю, потом она раскрутилась. Здесь очень нехотя вращается. Вот особенно средние свои. Кликают. Не чересчур ли мощные здесь магниты? По скоростной сборке пока здесь что-то речь не идет. Видимо, надо притирать. Пока нет божественных впечатлений. Впечатление лажи, если честно. Но я верю, что не все так плохо. Поскольку вот Мария Житц выиграла шестерку АОШи в чемпионате в Белгороде. Она и вроде была довольна после определенного количества сборок. Правда, стикеры в хлам убила. Версия со стикерами. И пока ее не собирает. Очень туго. Я сейчас ее, наверное, смажу. Потому что так крутить невозможно. Потому что пятерка была суховата. Хотя тут вроде и есть смазка. Давайте чуть-чуть добавлю моро. Очень сильно затянуто. Если мы посмотрим шедо. И вот это. Сильно затянуто. Надо ослаблять. И тогда, наверное, все будет лучше. Для начала смазки. Так, со смазкой я стала вращаться чуть-чуть повеселее. Я, наверное, сделаю несколько сборок на таком, на затянутом состоянии. Потом, наверное, все-таки, если ситуация не поменяется, буду ослаблять. Что-то очень туго. Две шестерки. Это вот еще 8х8. Компания Emoio. Emoio 8, которая тоже вот такая тугая приехала. Даже еще туже, наверное. Я ослабил. Даже в два раза ослаблял. Чуть получше стало крутиться. А это еще и магнитик похрустывает. Я знаю, что на ней там какие-то товарищи очень хорошие результаты показывали. Тестировщики на этой шестерке. Видимо, нужно притереть. Шедов она из карабки сразу была хороша. Не хочу сказать, что это плохая шестерка. Потому что из карабки она пока не готова собираться быстро. То есть нужно приложить некоторые усилия. Сейчас вот уже получше. Опять же, приберу шедову, вращаю ее как хочу. В любых направлениях и плоскостях. На ней всего сборов 300. Не так и много. И я не вижу проблем. Но опять же, ослаблены. Хотя вот шедову я из карабки затянул. Я сначала собирал на расхлябанной. Кому-то руки давала, она у них локапила. Поэтому подзатянул и сам чуть побыстрее стал собирать. А это вот в таком состоянии. Потяжелее просто крутится. Крутится неплохо. Но пока туговато. Наверное, сборок 10 откручу на таком затянутом состоянии. А там видно будет. Еще нужно найти, где магнитик хрустит. Как-то это топовый куб. Это инкурент с шедоу. А магнитик упал. Давайте хотя бы один центр соберу. Или два. Что оно стоит. Ну да. Вот это оно. Оно все же крутится. То, к чему привык наш шедоу, здесь пока не очень хорошо идет. Но опять же, четный куб. Куб из коробки. Чего от него ждать? Не, может, конечно, много чего ждать. Но не сразу. Так, собирать можно. И я уверен, что спустя некоторое время это будет отличный куб. Наверное. Но пока я не буду ручаться за его великое качество. Но пока я его сам не вижу. Так, вообще, запасной уж точно пойдет. Но пока немножко, конечно, подрастроило. Хотя, в принципе, я к этому был готов. Вот сейчас потихоньку немного разгоняется. Смазка распределяется потихоньку. Мощные, очень мощные магниты. По-моему, на шедоу послабее. Да, на шедоу. Вот сейчас вот берешь, как будто, в общем, магнитов нет. Здесь магниты такие, очень мощные. Возможно, это многим, кстати, понравится. Наверняка. Так, что я не то сделаю. Да, в принципе, крутится. Крутится кубик. Цвета различаются хорошо. Ага, вот она. Вполне хорошо. То есть, компания моя нашла удачную цветовую схему, которую на всех больших кубах и применяют. Не то ребро, не туда поставил. Особенно на этапе 3х3, как-то прям туговато. Но, опять же, это возможно из-за того, что она затянута. Так, шестерку куб я люблю. Не так давно сделал в среднее менее 4х минут. Для начала сойдет. Попробуем в ближайшем и будущем это улучшить. Это чемпионат в Белгороде будет. Туго и сильные магниты. На этих движениях все застревает. Ну, это, возможно, просто мне кривые руки. Как оно тяжело дойдет. Ну, я пока тут рассматривал, но уже почти весь собрал. Так, сейчас попробуем паритет. Так, реберный паритет. Ах, непривычно тяжело. Скрипят где-то отвалившиеся магниты. Очень туго на этапе 3х-3. Наверное, мне даже не резко наделать здесь. Ой, лоил. Сразу. Даже средний слой так нехотя-нехотя. Будем искать, где магнитик валяется. А пока на этом все. Шестерка не особо хороша из коробки. Но, если ее, наверное, смазать и растянуть, потому что очень сильно затянуто. Очень. Здесь нужно очень аккуратно экспериментировать и медленно ослаблять. То есть ослабить, сделать там 3-5 сборок, а еще ослабить, если не пойдет. То есть найти тот момент, когда она не начнет клинить. По стоимости АОШ и Шэдоу одинаковые. Если меня спросить, что купить в Шэдоу. Проблем нет. Только немножко подзатянуть из коробки нужно. Менее сильные магниты. Они сильнее. Размер одинаковый. Цветовая схема похожая. Шэдоу более глянцевый. И АОШ и чуть более матовый. Хотя полноценным матовым его назвать нельзя. Как четверка с пятеркой. Они одинаковые все. В принципе, на халяву куб был бы хорош. Но если выбор это или это, я все-таки пока склоняюсь к Шэдоу. Но не отрицаю, что после длительной настройки этот куб тоже будет неплох. На этом пока все. Ну, все-таки спасибо, все-таки пока.